Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем играть за Канаду, в будущем Британию, в прошлом когда-то тоже. В прошлой серии мы в Индии провели успешную кампанию, Индия-Едина, и я надеюсь скоро начнут свои фокусы единые прожимать. Сейчас мы пойдем поможем Франции опять, и затем начнем заниматься американскими странами интернационала, и потом параллельно начнем попытки наши высадиться в Британию, посмотрим, что как пойдет, возможно что-то в процессе поменяется. Стоит нам наш флот уже сюда вот перебросить, я думаю, да. Подлодки у нас сейчас не активны, потому что у меня не хватает особо топлива, нужно думать, что мы можем, что мы не можем. Давайте все там, кто хочет вступать, вступает. Здесь мы выделили Бирму, я думаю мы нажмем скоро кнопки «Вскрываем карты», 2% военнообязанного выселения. Сейчас я не хочу, потому что это 50 политической власти, я бы наверное что-то еще здесь поставил. Ну вот захотите в Гринландию, я бы думаю, да, мы уже можем нажать. Так, это здесь все окей, так и стоит пускай. Ну да, здесь все окей. Так что сейчас плывем и будем заниматься Америкой, в надежде на то, что здесь парни выстоят. Я думаю уже пора нажиматься встретиться с Рейхспактом. На самом деле тоже, насколько я помню, наши воины должны подобединиться, может нет, но было бы очень полезно иметь их морские базы и территории, чтобы через них можно было проходить и, ну, улучшить нашу ситуацию. Потому что мы видим, вообще-то копируется полезно, конечно. И Германия согласна говорить, отлично. Будем сейчас пытаться до чего-то договариваться. Так что, если говоря, ресурсы, я там уже исследую фокус на нефть, нам, потому что, очевидно, нужна нефть. У нас очень не хватает этого. Давайте-ка резину уже начнем импортировать у кого-нибудь. А вот прикол. Особо-то не поимпортируешь. Ну давайте у минимального потребления конвоя это будем делать, да? И хром нам нужен. Вопрос куда? Ответ убил на ПТО. А давайте тогда хром вот так вот построим. И в Альфрам, в принципе, тоже. И на будущее можно и алюминий. Вот конференция в Галифакс. Будем сейчас договариваться с немцами о сотрудничестве. Немцы потребовали, чтобы Франция вступила в Митлеевропу. И они согласились. Ну, допустим. И это все или нет? Вопрос актуальный. А Северная Ирландия? Ага. Знаете что? Мы можем согласиться, а потом просто... Просто вернуть в Ирландию. Почему бы нет? Главное вернуть себе основной территории подешев... По дешевке. Франц отказался от Эльзес Латаринки. Немцы требуют очень много. Особенно учитывая их положение текущее. Слишком много, я бы сказал. Еще и колонии. Ну, ребята. Ну, вы уже... Мне кажется, черты какие-то переходите. Вы вот-вот садитесь. А, будут сотрудничать. Ну, все. В итоге они поняли, что надо сотрудничать. Ура! Ура! Не очень понятно, что нам это прямо сейчас дает. Вроде как здесь какие-то правопроходы мы получили. Да? Окей. Ну, летим в Мексику. Здесь я не думаю, что мы можем как-то Германию реально помочь. Кроме вот выскоки в Британию. Тут подъехали позитивные новости. Сербия капитулировала. И... На самом деле это сейчас неплохо так фронт освободить на юге. Сейчас эти войска все должны распределиться. И... Ну, по крайней мере, продержаться намного дольше. Да, Австрия такая выглядит очень уверенной. И Германия, несмотря на то, что ее душат, все равно имеет очень много военных заводов. И держаться все равно нам будет очень-очень хорошо. Но нам надо ускоряться. Но мы очень зависим от того, что мы очень просто долго по морю плаваем туда-сюда. Здесь мы, кстати говоря, уже доплыли. Сразу начинаем здесь нападать, собственно говоря. Помогать французам. Чтобы они здесь войска свои освободили. Да, вот Либерия сразу и капитулировала. Давайте французам мы ее и отдадим, в скобочках. Да, они сами справились с этой задачей. Хорошо. А эту армию я бы, наверное, отправлял как раз-таки вот на север. Они будут заниматься вторжением. Если не именно высадкой самой, то хотя бы вторым темпом, так сказать, будут заходить территории. Ребята, они сделали выставку. Вы плывете сразу сюда. И затем не знаю. Хотя как, давайте пускай у них пока еще они плывут сюда. Ну, давайте хотя бы половину, потому что я не думаю, что здесь хватит фронта на даже чуть поменьше, на 24. Половина поедет сюда и... Блин, Австралия молодец. Видите? Кажется, что мелкая страна, да? Не так много импакта вносит. Но, смотрите, уже 10-11, 17 дивизий и взяла, и сделала мне плацдарм в Мексике. От меня теперь нужно только туда успеть войска довезти и все. Так что каждая небольшая помощь, это все еще помощь. Блин, ну не хватило их дождаться нас, к сожалению. Не успели они доехать. Но вот эти парни скоро высадятся вот отсюда. И можно на самом деле... Блин, они там все еще пытаются что-то. Может, что-то еще успеют. Можно сделать, попробовать вот так еще. Может быть, эти успеют, парни. 14 дней более-менее реально. Нет, этих точно добьют, но... Они сюда очень много войск перетянули, да? Вот отсюда мы сейчас имеем неплохие шансы... Успешно высадиться здесь. И с север наступать намного проще, чем с юга, потому что здесь вот эти джунгли, да? Все неприятные. Жара. А здесь у нас равнины. Жары нету. Потом, конечно, горы, да? Но пазар мы себе сможем получить. Тем временем кайзер Вельгейм II скончался. Неприятно. И, господи, Германия, подержись ты хотя бы еще, ну, годик. Мы вот-вот уже здесь поможем. Подержитесь хоть сколько-то. Так, мы выдвигаемся здесь. И сейчас доедем здесь. Попробуем выдвинуться еще здесь. Можем, на самом деле, теперь не стесняться и попробовать добавить туда больше дивизий. Все равно здесь мы можем уже удалить этот приказ. Они уже едут. Да, а сюда, как я и говорил, вот добавим дополнительных. Время там в Китае началась мясорубка, но она и не особо останавливалась. И нас это, наверное, не сильно волнует. Нас очень волнует Мексика, Исландия и потом Ирландия. Вот мы высаживаемся. Я бы сказал, очень успешно. Наши статей даже больше, чем их. Хотя мы высаживаемся. И да, мы просто аннигелируем их войска. Нужно сразу же расширять зону высадки. Во всех направлениях. И вот этим вот давайте-ка сделаем, как мы. Не рандомные, а вот отсюда. Этим вот ребятам, кроме вот этих. Прикажем вот сюда отправляться. Вот таким вот образом. Здесь более-менее вручную этими попробуем контролить. Так, вот это флот, где ты находишься? Окей, он здесь готовится. Давайте попробуем здесь тоже высадиться. Может у нас здесь тоже получится. Пока что выглядит все очень успешно. И так, они стартанули же. Да, да. Этот, мы удаляем приказ полностью. А здесь наша морская пехота присоединяется вот к этому приказу. Начинает планирование высадки. И, судя по всему, она удастся. Кстати говоря, флот, ты там собираешься нам помогать? Я все не вижу нигде бафа от флота. Куда он плывет? Он плывет вот сюда. Моги, пожалуйста, реальные высадки, блин. Как же он неправильно помогает нам. И здесь пластдарм готов. Да. Да, у нас теперь не хватает людей. Давайте скрывать карты. Я делал этот фокус. Но, наверное, нам стоит сделать... Что там у нас было? Вот этот. Вот эту кнопку, да? Да. Эту кнопку нажмем сразу же. И ладно, нет. На самом деле нам нужно... Да, продолжать этот фокус. Я зря его отменил. Нам нужно нефтеперерабатывать в заводе ради нефти. И вот мы сделали себе порт. Единственное, теперь нам нужно успеть высадиться. Можно, пожалуйста. Спасибо. И теперь что мы делаем? Мы делаем половину армии. Вот так. Половину вот так. Наступление здесь. Наступление здесь. Здесь. Вот так. Вот так. Вот этих бы, конечно, тоже закидывать сюда. Но не можем. И я думаю, сразу же вот так. Поехали. Еще Центра Америка вступила... Вот сейчас... Вот, вот, говорю. В интернерционал. Сейчас тоже начнут воевать. Не самые лучшие новости. Надо успеть перебросить нашу армию. Я пошел сюда в правую доктрину. Потому что армия у нас полностью из пехоты состоит. Возможно, потом мы переключим. Как говоря, Австралия, смотрите. Не перестают они нам помогать. Они высадились в тылу. И таким образом получилось микроокружение. Хотя из-за того, что сейчас сюда вступила Центра Америка. Ну, не особо это получилось окружением. Но лучше, чем ничего. Опять же. Теперь вопрос только... Нам надо как-то проходить дальше. А у нас здесь со снабжением некоторые беды. Да. Хотя не особо они и должны быть у нас такими сильными. Надо помочь Австралии здесь, чтобы они выжили. Извините. Нужно вот это исследовать. И давайте в ресурсы. А здесь вот сюда будем, наверное, наступать. Давайте вот этот приказ мы изменим вот сюда. Вот так. И по нему наступление сразу нажмем. И пробуем мы с нашими более подготовленными уже планами наступление. У нас уже все в аскорном позициях. Единственное, они все пополнены. Потому что они все здесь плыли и, видимо, где-то их успели задамажить подводные лодки. Но основная часть у нас боеспособна. И мы можем начать пытаться пробиваться. Хотя здесь, допустим, я вижу, что это вряд ли получится. Там как будто еще... Да, французы там еще. Ужас. Ну, у нас есть средства против французов. Там давайте-ка только объединим. Выставим. Вот так. И нужно будет поделить на три подлодки. Вот этот вот кусочек наших подлодок. 9 всего лишь нас подлодок. Очень мало. Но сколько есть. И вот Мексика почти добита. Немножко пришлось, конечно, подметрить. Но в основном вот этими морпехами... Все-таки морпехи у меня достаточно мощные. Организация у них вообще там безумная. Благодаря нашим бафам. И стоит даже еще их улучшить. Потом будет... Здесь... Этот прекрасный парень. Вот спецвойска. Но еще не хватает нам на этой палитке. Есть очень много других вещей, на которые мы ее тратим. Индикаты сдались. Теперь остались только... Американский Союз Штатов. И Тихоокеанские Штаты Америки. И, блин... Хью Лонг скоро победит. Нам нужно ускоряться как можно быстрее. Заканчивать вот эти войны. Можно быстрее заканчивать вот эту войну. Они, конечно, не сразу подребывают от нас территории, скорее всего. Но... Все равно. И Германия, видите, уже на краю, на краю. Опять же. Она строит достаточно снаряжения. У нее достаточно людей. Поэтому она здесь суровые бои дает и держится. То же самое может сказать про Австрию. У нее еще, я думаю, и сверхзапасы есть. Это в Германии все уже, наверное, под нуля. Но... Надо понимать, что и здесь тоже ресурсы тратятся на такие прорывы. Да, вон, 180 тысяч. То есть, если посмотреть в потери, допустим, да. То есть, да, там солидные потери. Они несут. Особенно у француза. Так что... Так или иначе, Германия как минимум ослабит их. И очень важно, что мы вложились в наш флот. Потому что у нас теперь уже много тяжелых крейсеров. И наш флот такой уже уверенно себя чувствует. Я думаю, к моменту боев здесь мы успеем, возможно, достроить еще и третью партию наших тяжелых крейсеров. Забавный факт, который я только сейчас обнаружил. Мы не воюем с Россией. Из-за этого мы не можем нормально в Исландию вторгнуться. Это немного раздражает, но в целом ничто не мешает нам тогда просто поплыть, я так понимаю, в Ирландию. Давайте так и попробуем. Но тогда нам не нужна здесь морская база. Давайте возьмем какой-нибудь поудобней. Ну, хотя бы тут. Не сильно это удобнее, но допустим. И отправим нашу армию сюда. Здесь город. Нет, здесь вообще равнинно. Это просто картинка такая. Так что вторгаться туда должно быть не так сложно. Ну и возможно, в общем, мы вот этой бы армией... Да, давайте... Сейчас Мехику вот здесь вот возьмем уже. Я думаю, сейчас Мексика, точнее, сдастся. Да. И давайте у нас вторжение будет планировать вот этот парень. И мы ему передадим армию. Единственное, чего нам не хватает, серьезно. Это вот этой техи. Но даже без нее, я думаю, пойдет. Мы здесь сколько-то 10 дивизий сможем поселить в нашем плане. Так что давайте вот так поплыли. Ну да, одной не хватит. Одному мы выставим ряд, а возможно, когда они до туда доплывут реально, у нас уже тех и исследуется. Будем в это верить. А в те времена здесь войска добиты практически. Теперь всю эту армию мы направим на Центроамерику. И после долгих боев мы смогли наконец-таки пробиться здесь вот сквозь эти территории неприятные в Центроамерике. Я думаю, дальше у нас все будет намного лучше. Давайте сразу поставим здесь вот так. Здесь мы реально успели исследовать еще одну теху. И давайте начать составление. Почему мы не можем? Где-то не хватает покрытия. А. Ну да. И вот она. Высадка, так сказать, ради которой вся наша страна и готовилась все это время, я полагаю. И параллельно здесь наши войска справляются с центрально-американской угрозой. Мы здесь уже выкачали все доктрины. Более готовыми мы вряд ли успеем стать. Тем временем Германия уже вошли в Баварию. Здесь вот войска интернационала. Пал Мюнхен. Все еще много промышленности есть в Восточной Германии. Германия все еще будет сопротивляться. Все еще Австрия сопротивляется. Но ситуация все хуже с каждым, не знаю, днем. Поэтому мы здесь идем спасать. Ситуация только... Господи, а можно мы доплывем, пожалуйста? Успеваем мы перехватить подлодки нашим флотом. Слава богу. И да, мы приземлились. Нужно срочно расширять здесь, собственно говоря, наши территории. Но мы уже приземлились. И мы сможем довести остальную армию тоже. Отлично, Ирландия наша. И вот мы выбиваем последние войска здесь. Британские здесь еще есть, какие-то французские. А, ладно, здесь еще и британские тоже. Но мы захватили южный порт. Сейчас захватим здесь порт. И я думаю, можно попробовать вот эту армию сюда перебросить. Да, только единственное, конечно, нам нужно... Куда флот уже убежал, непонятно куда. Нужно будет прикрывать наши конвои здесь, да, пока они будут плыть. Давайте пока вот так расставим. И будем пытаться их подлодки перехватывать. Тем временем надо быстрее добить здесь все войска, чтобы точно нас отсюда обратно не выбили. Но, скорее всего, мы сможем, потому что у нас реально нормальная морская пехота. И нужно вот отсюда будет, на самом деле, авиацию перебросить, чтобы помочь. А почему эта авиабаза не наша, неизвестно. Она, что ли, в этой провинции официальная? Куда пропадают авиабазы? Кто съел авиабазу? Она у Ирландии. И мы, типа, поэтому не можем... Господи, ну и гопно. Мы не можем сюда авиацию закинуть. Ох, это ужасно. Это мне абсолютно не нравится. Но потелать я с этим сейчас уже ничего не могу. Придется с этим справляться как есть. Ну вот мы выбили всех. И, не теряя времени, начинаем планировать выставку в Ливерпуль. Здесь пускай кто-то добьет вот это вот. И начались до нас дает перепасы, потому что пока что, ну, в ситуации, как вы сами ее видите, такая себе. Давайте вот эти... Берем регионы. Здесь у нас с этим все хорошо. Ну вот так, да, хотя бы. Здесь все-таки подлодки нас душат. Неплохо так. Нашло где-то что-то... Пытается защитить, но посредственно-посредственно. Вообще, я думаю, это можно подзакончить. Мы добили Мексику. Уже практически добили Центр-Америку. Я думаю, добьем ее уже скоро. И уже вернули Ирландию. Ну, не нам, к сожалению. Очень, к сожалению, очень не понравилось это, ну, допустим. И в следующей серии мы уже высадимся, я думаю, на наши острова. И вернемся в наши исконные территории. А затем будем думать насчет, что выиски в Нормандии, выиски в Италии, в Испании, освобождать Португалию. Посмотрим. С вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.